Вот это английский! Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пора учить английский по мультфильму. На очередной разбор целой серии мы решили взять мультфильм, который многие просили. Я думаю, уж очень многие знают. Этот мультфильм называется Spongebob Squarepants. Губка Боб, квадратные штаны. И для разбора мы выбрали одну из, наверное, самых известных серий этого мультфильма, который называется The Two Faces of Squidward. Два лица Сквидварда. И сегодня мы узнаем, почему Сквидварда называют именно так, а также как драматизировать на английском в стиле кубки Боба. Если вам интересно, смотрите это видео до конца. Ну что, по традиции, давайте сначала посмотрим весь отрывок без субтитров, а потом все разберем. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok tale. Привет! Продолжение следует... Продолжение следует... Только.. Пày еще колес. Вы можете было сразу сказать. Мы не только. Я Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой отрывок, давайте же его разбирать подробно Давайте смотреть первый кусочек субтитрами Так, давайте это разбирать Краби-патти, краби-патти, краби-патти Они поют какую-то песенку Краби, заметьте The crusty crab Хрустящий краб И вместо C, буквы C, которая здесь должна писаться Crusty пишется через CR И crab пишется тоже через CR У них везде K Хотя слова существующие То же самое здесь, краби-патти Краби-патти Крабовая котлетка Крабовая котлетка Крабовая котлетка Squidward had a crabby-patty whose buns were white as snow Сквидвард у Сквидварда была Сквидвард имел крабовую котлетку У Сквидварда была крабовая котлетка Краби-патти Whose buns were white as snow Whose buns, чьи булочки, were white as snow Были белыми, как снег Давайте разбираться, что здесь происходит Потому что я, например, не очень поняла сначала Во-первых, давайте запишем в первую очередь Слово sponge Потому что мультфильм у нас называется SpongeBob И для тех, кто вдруг не знает Sponge – это спонж, губка Пусть будет у нас это полезное слово Также мы записываем слово patty Patty или patty вы можете произносить Давайте покажу произношение Двойная t в американском английском превращается во flapty patty Там такое подобие мягкого д Patty В британском произносится trutty A piece of food made into a disc shape that is then cooked Это вообще может касаться как мяса, так и не мяса В общем, все, что мы бы назвали котлеткой Овощная котлетка, пожалуйста Тоже можно назвать patty Ну, здесь они, конечно, поют про котлетку из краба Patty – котлетка, лепешечка Да, что-то такой формы получается Bun – булочка То есть все основные составляющие бургера Это булочка, bun и patty – котлетка Спонжбоб – наша губка Боб Крабби-патти, крабби-патти, крабби-патти Squidward had a crabby-патти whose buns were white as snow Я думала, что они переделали какую-то песню Известную, ну, народную или что-то вроде того Да, потому что там дальше будет тоже переделка Но я, к сожалению, не нашла Я искала, к чему это может быть отсылка Но это какая-то, может быть, такая, знаете, народная а-ля песня Ну, что-то вроде, если бы мы переделали В лесу родилась елочка, да Я думаю, что что-то такое Есть у меня такое ощущение Потому что здесь уж больно какая-то такая фраза Как будто бы вырвана из песни уже готовой Кстати, whose должно, по идее, использоваться С одушевленными, то есть с людьми С одушевленными существами Patty, конечно, не одушевленная Так что поэтому здесь это тоже выбивается Немножечко из общего смысла песни Ну, в общем, если вы знаете вдруг Что это за песня Так что напишите мне Какая песня легла в основу Так, давайте-ка это послушаем Сайз, да Сквидворд вздыхает И давайте посмотрим Что же за имя такое Сквидворд Сквид Это кальмар или осьминог Да Существо у нас Вот с такими вот предлогами Ну и, собственно, у сквидворда нашего Как раз-таки вот он и есть осьминог наш Поэтому он сквидворд Я думаю, взрослый, кто смотрел Сквидгейм Игра в кальмара Это вот слово Должно Как говорится Ring It rings a bell Звоночек звонит То есть, значит, напоминает что-то Так, он вздыхает Наш Сквидворд И говорит Welcome to the Krusty Krab Добро пожаловать в Krusty Krab Krusty Krab Where it's almost as if the evolutionary clock ticks backward Сквидворд говорит Здесь еще ничего Но в целом у него, наверное, самая сложная речь В этом мультике Из всех персонажей, которые нам попадутся Потому что он вот так вот Вот так разговаривает немножко Поэтому попробуем его понимать И смотреть, где он что делает Where it's almost as if the evolutionary clock ticks backward Welcome to the Krusty Krab Добро пожаловать в Krusty Krab Где It's almost as if Это почти как если бы То есть, в этом месте почти как если бы The evolutionary clock Эволюционные часы Ну, то есть, процесс эволюционный Имеет в виду Takes backward Тикают, то есть, идут обратно В обратном направлении Ну, так он их очень изысканно Обзывает глупенькими Что они какой-то ерундой маются Потому что эволюция идет Не дальше вперед, а наоборот назад То есть, они деградируют Welcome to the Krusty Krab Where it's almost as if The evolutionary clock ticks backward Welcome to the Krusty Krab Where it's almost as if The evolutionary clock ticks backward Excuse me for just a second No Don't you mind I'm trying to work at a fast food restaurant Ну, они тут опять поют Тоже самую песенку Давайте Excuse me for just a second Excuse me for just a second Он немножко здесь тянет Excuse me for just a second Excuse me for just a second Just a second Очень быстро сливает вот это Извините меня на секундочку Да, извините, я на секундочку Excuse me for just a second Excuse me for just a second Ну, и там продолжает Do you mind? I'm trying to work at a fast food restaurant You might want to try it sometime Do you mind? Он здесь не связывает, а как раз-таки чеканит слова, что нетипично для живой английской речи и поэтому оно так выделяется Do you mind? Вы ж не возражаете? Потому что do you mind? Вы не возражаете, ты не возражаешь Вы не возражаете I'm trying to work at a fast food restaurant Я пытаюсь I'm trying to work работать at a fast food restaurant В ресторане фастфуда В ресторане быстрой еды и быстрого обслуживания То есть, извините, я тут вообще-то работать пытаюсь но иметь в виду Do you mind? I'm trying to work at a fast food restaurant You might wanna Он, по-моему, там говорит You might wanna try it sometime Вы, возможно, хотите попробовать это sometime Однажды Ну, то есть, вам, возможно, стоит это попробовать как-нибудь То есть, стоит тоже вам поработать а не просто тут песни петь You might wanna try it sometime You might wanna try it sometime Mind? I'm trying to work at a fast food restaurant You might wanna try it sometime I sure would, Squidward That sounds... Wait a minute SpongeBob, you already do work at a fast food restaurant? Oh, yeah! Yay! I sure would, Squidward That sounds... Я, конечно, бы попробовал Ну, SpongeBob, он немножко такой... Я не знаю Но он простой Простой, открытый к миру Кубка И поэтому он На такой сарказм отвечает прямолинейно Конечно, я бы попробовал Squidward I sure would, Squidward I sure would try on me to do That sounds... Это звучит... И тут его прерывает Патрик Hey, wait a minute Hey, wait a minute Hey, погодите-ка минутку I sure would, Squidward That sounds... Hey, wait a minute Wait a minute Он очень сильно сливает Т практически уходит Wait a minute Wait a minute Там она даже, наверное, Flap T превращается В такое подобие D Легкой Wait a minute Wait a minute Может быть, он даже ее проглатывает Такое тоже бывает Hey, wait a minute Ну, Патрик, он немножко медленный И поэтому он такой Hey, wait a minute Он не четко артикулирует слова I sure would, Squidward That sounds... Hey, wait a minute SpongeBob, you already do work At a fast food restaurant Oh, yeah Yay SpongeBob, ты уже действительно работаешь At a fast food restaurant В ресторане, в фастфуде, в ресторане быстрой еды Частичка do Наш вспомогательный глагол, как мы его знаем В утвердительном предложении нам помогает усилить основной глагол То есть ты действительно работаешь Он и already использует, и do И это вообще все друг друга усиливает Ты уже действительно работаешь То есть все... Подожди-ка Ты уже все это сделал Ой, Патрик SpongeBob, you already do work At a fast food restaurant И он такой Oh, yeah Точно Классный кадр Да, точно И он такой Yay Yay Вы можете использовать как такой крик Вроде ура Вау, классно Yay, yay SpongeBob, you already do work At a fast food restaurant Так, давайте это переслушаем Крабби-патти 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 Squidward had a Крабби-патти Whose buns were white As snow Welcome to the Krusty Krab Where it's almost as if The evolutionary clock ticks Backward Squidward had a Крабби-патти Excuse me for just a second Snow What? Don't you mind I'm trying to work At a fast food restaurant You might want to try it sometime I sure would, Squidward That sounds Wait a minute SpongeBob, you already do work At a fast food restaurant Oh, yeah Yay Yay Смотрим второй тревог Remind me to fire my therapist And stop bringing your neighbors to work We're not just neighbors You can say that again We're not just I don't care 419, please Крабби-патти 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 All right I am gonna Well, I don't know What I'm gonna do But You'll be Coming on the Крабби-патти Мunchie Крабби- SpongeBob, you Nicker-poop You broke my face Don't you stand there Help me I need a doctor Remind me to fire my therapist Remind me to fire my therapist Напомните мне Remind me To fire my therapist Уволить моего терапевта Но давайте рассмотрим это слово повнимательнее Конечно, это слово терапевт Как и мы его используем Но также это и психиатр, психолог, психоаналитик Ну нет, психиатр туда, наверное, не включается Это всё-таки скорее психоаналитик или психолог Потому что психиатр всё-таки Psychiatrist Будут использовать Но бывают разные A speech therapist То есть терапевт по речи Специально... Ну, мы не называем так, да? Мы не говорим терапевт по речи A music therapist Вот так вот даже бывает То есть терапевт, который через музыку лечит Speech therapist Это логопед Вот, понимаете, у нас есть слово для этого Ну, у них тоже есть слово для этого Но бывают вот такие сочетания То есть важно помнить, что Therapist Это как терапевт В смысле врач Который лечит какие-то физические недостатки Так и врач, который лечит Психические недостатки Мы запишем именно второе значение Потому что здесь Squidward имеет в виду именно это Therapist Это психотерапевт Психоаналитик Ну, психолог, наверное, тоже можно сказать Ну, чаще всего под этим подразумевает психоаналитика Вот так вот с этим переводим И это Squidward Напомните мне уволить моего терапевта Потому что это всё не помогает И прекрати Приводить Приносить Bring, может быть, приносить Приводить В данном случае приводить Приводить твоих соседей на работу Bring something or someone to some place Stop bringing your neighbors to work Заметьте, как пишется слово Neighbor В британском варианте здесь будет OU Сейчас вам покажу Вообще в таких сочетаниях Где вы видите Вот подобное Neighbor Labor Color И прочие слова Видите OU в британском То же самое происходит, например, с Color Это такое упрощение в американском английском And stop bringing your neighbors to work And stop bringing your neighbors to work We're not just neighbors You can say that again We're not just Я, честно говоря, юмор Патрика Испании Боба не всегда понимаю Не буду прикидываться Поэтому не обессудьте Можете мне объяснять часть шуток каких-то Patrick We're not just neighbors На фразу Сквидварда Что не приводи соседей на работу We're not just neighbors Мы не просто соседи Спанчбоб на это говорит You can say that again Ты можешь сказать это еще раз Ну то есть Повтори-ка, повтори-ка We're not just Мы не просто И тут его прервет сейчас Сквидвард We're not just neighbors And stop bringing your neighbors to work We're not just neighbors You can say that again We're not just I don't care I don't care Так тянет дальше Давайте еще раз послушаем I don't care I don't care Я не И care это заботится То есть меня не заботит Мне все равно I don't care Мне все равно Что там, кто там Вы просто соседи Не просто соседи 419, please 419, please 419, пожалуйста Ваш счет 419, please Ну там Крабби Парри Понятно И Сквидвард говорит В дисклейте написано Order here Заказывайте здесь Order here Галли Граб Галли Граб Я, кстати, не знаю, что это такое Давайте посмотрим Галли это галера Галли это галера Ага Галли, почему у нас там получается Галли Граб А Граб это у нас Либо кормить, либо рыться Но рыться первое значение Трудиться, вкалывать Ну, как раб на галерах Как говорится В общем, как раб на галерах Вот здесь вот что-то происходит у них Какие-то рабы на галерах В общем, Сквидвард кричит Alright Так, все, ладно, ладно Alright Alright I am gonna Well, I don't know what I'm gonna do Заметьте, как он здесь быстро очень проговаривает I am gonna Сначала он говорит четко I am gonna Я что-то сделаю Он имеет в виду Я собираюсь Но Мы это часто не переводим Я буду Ну, давайте так скажем Я буду А дальше он прерывается и говорит Well I don't know what I'm gonna do I'm gonna I'm gonna Он еще больше Слепляет Тут не gonna I am gonna Well, I don't know what I'm gonna do But И все это очень быстро Вот эта часть помедленнее Вот эта часть побыстрее Я буду Или я собираюсь Ну I don't know what I'm gonna do What I'm going to do Ну, я не знаю, что я буду делать Но Но что-то буду И тут Спанчбоб продолжает Петь какую-то еще песню She'll be coming around The Krabby Patty When she comes Она будет приходить В Крэби Пэрри Крабовую котлетку When she comes Когда она приходит Вот эту песню я знаю Отсылка к чему это Давайте посмотрим Есть такая песня She'll be coming around the mountain When she comes В общем, оригинальный текст этой песни звучит так She'll be coming around the mountain When she comes Ну и там дальше повторяется Она Обойдет гору, когда придет Ну или что-то такое Или будет заходить из-за горы Come around может быть еще вариант Объезжать гору В общем, короче Тут смысл Очень Такой Неоднозначный Потому что Я нашла варианты Что это какое-то Здесь Иносказательно Про какие-то библейские события Сказано В общем Песня такая С очень-очень Уже утерянным Смыслом Нам это не так важно Здесь Нам важно Послушать Как она звучит Ну такое Country, короче И, собственно Эту песню переделывает Спанчбоб She'll be coming Round Но только Они тут опускают Round А он говорит Around Хотя он, наверное, поет Может быть, Around Сейчас послушать еще раз She'll be coming Round the Krabby Patty When she comes То есть он Маунтин заменяет На Krabby Patty Он просто переделывает песню Никакого смысла в этом нет И поет ее в три раз быстрее She'll be coming Around the Krabby Patty When she comes Spongebob You broke my face Spongebob You broke my face Spongebob Ты дурачок Дурачела Ты сломал мое лицо You broke my face Давайте Вот это вот Страшное слово Они обычно такие страшные Я не могу Все вот эти вот Informal Неформальные значения Для дурачок Давайте послушаем Nincompoop 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 В общем, ужас A silly or stupid person Дурачок Какой-то дурачок Я пыталась найти Происхождение этого слова Очень все туманно тоже Как и с той песней В общем, поговаривают Что это как будто бы Первая часть идет От имени Николас Ну, я не знаю Короче говоря Просто какая-то Трабарщина Которую когда-то придумали Ну, вот и стали использовать Я так предполагаю Давайте Трабарщину запишем Чтобы в случае чего Ее использовать Nincompoop Простофиля Дурачок Конечно, неформальная Ну, и не сильно ругательная Но такое Довольно лайтовая Довольно Слабое ругательство Spongebob You nincompoop You broke my face Spongebob You nincompoop You broke my face Don't you stand there Help me I need a doctor Don't you stand there Help me Не просто стой там Не стой там просто так Help me Помоги мне I need a doctor Мне нужен доктор Мне нужен врач Don't you stand there Help me I need a doctor Так, давайте это Переслушаем Remind me to fire my therapist And stop bringing your neighbors to work We're not just neighbors и смотрим Так, ну что, давайте смотреть Surgery Спанч Боб ходит у нас вокруг Surgery Surgery это операционное И там плохо слышно, потому что женщина разговаривает где-то там просто на фоне где-то в кабинете, ну давайте посмотрим, что она говорит Doctor's Office Офис доктора или Кабинет доктора Или еще можно сказать, что это просто клиника, например, ну что-то такое, потому что звучит странненько, кабинет доктора Очень тихо она там говорит You have a visitor in the main lobby У вас посетитель в главном лобби в главном зале Ожидание Doctor Kravitz Ну в общем там очень плохо слышно О, доктор, он будет в порядке Опять Going to To be going to Или gonna В сокращенном варианте Это просто будущее время, напоминаю О, доктор, он будет в порядке О, доктор, is he gonna be alright? For the love of Neptune Tell me Ради любви Нептуна Скажите мне Это переделанное выражение For the love of God Ну вместо слова Бог Они заменяют его на Нептюн Как морского бога То есть ради любви к Всевышнему Ради любви к Нептуну Скажите мне То есть пожалуйста, пожалуйста Умоляю, скажите мне For the love of Neptune Tell me Well, son Ну, сынок No, don't tell me Нет, не говорите мне Don't tell me I can't take it Я не могу взять это дословно Но это фраза устойчивая Давайте ее запишем I can't take it Я не могу это терпеть Сил моих больше нет То есть Или я не могу этого вынести Давайте еще тоже запишем Я не могу это вынести Ну, в данном случае он это имеет в виду Потому что Он боится, что ему скажут Что-то страшное I can't take it Я не могу это вынести Я не могу это принять I can't take it Well, son No, don't tell me I can't take it Заметьте, кстати Как спанчбоб Не произносит здесь He can't take it Он говорит I can't take it Он тянет вот здесь звук И так как А потом Все Остается вот здесь I can't take it Послушайте I can't take it We should know We should know Мы узнаем Он имеет в виду Это про будущее Он говорит Не нам следует узнать А мы узнаем Это такая форма Выражения будущего времени То есть Нам Ну, что-то вроде Не придется узнать То есть Should может выражать В определенных контекстах Вероятность То есть Мы должны будем знать И он хочет сказать когда We should know А спанчбоб говорит No, no, please Just, just don't Нет, нет, пожалуйста Просто Просто не надо Just don't We won't know For two weeks You'll just have to wait We won't know For two weeks You'll just have to wait Мы не будем знать For two weeks В течение двух недель You'll just have to wait Тебе просто надо Have to You have to Тебе придется Приходится Тебе придется подождать You'll just have to wait We should know No, no, please Just, just don't We won't know For two weeks You'll just have to wait Two weeks I'll never make it Это мой любимый момент здесь Two weeks I'll never make it У него тут такой серьезный голос И это все так отчетливо слышно Two weeks Две недели I'll never make it Я никогда не сделаю этого дословно Тоже устойчивое выражение И тоже мы его запишем В зависимости от контекста Может означать немного разное Я никогда куда-то не доберусь Я никогда не выдержу Мне никогда не удастся Что-то сделать То есть я не смогу Я не смогу Вот что-то такое получается Two weeks I'll never make it Две недели Я не смогу Ни при каких обстоятельствах То есть я не вытерплю Он имеет в виду Так давайте Переслушаем Так ну что Давайте посмотрим на слова Которые мы выписали сегодня Во-первых Это слово Sponge Губка У нас SpongeBob все-таки Да Запомним губка The sponge absorbs water well Губка Абсорбирует Впитывает воду Хорошо Хорошая губка Хорошо абсорбирует воду Patty Или patty Можете произносить и так Это котлетка Лепешечка Ну из разного Может быть из мяса Может быть не из мяса She drank during dinner And ate a hamburger patty Она пила В течение ужина Ну в смысле Что-то там Пила У нее был какой-то напиток И ела Котлетку гамбургера Hamburger patty В данном случае Имеется в виду Что она гамбургер съела Котлетку в виде гамбургера Потому что просто Котлетку гамбургера Это было бы странно Bun Еще одна составляющая бургера Это булочка Булочка вот такого плана Вообще любая булочка Может быть bun Например Сладкая булочка Давайте посмотрим На примере Eggs were not used To make the dessert Buns Яйца не использовали Чтобы сделать такую десертную Чтобы сделать десертные булочки Без яиц Десертные булочки без яиц Сомневаюсь, что они без яиц Ну ладно Squid Кальмар-осьминог Наш squid word Именно поэтому так называется People have seen giant squid Attacking whales for food Люди видели гигантского Ну давайте назовем это кальмара Атакующим китов Для еды Ну в смысле чтобы их съесть Вот так вот Гигантский кальмар Страшная ужасная история Про гигантских кальмаров Therapist Не только терапевт В смысле терапевт Который занимается физическим здоровьем Но и психотерапевт Или психоаналитик То есть тот, кто занимается Ментальным здоровьем Он работает с терапевтом В смысле с психоаналитиком Чтобы стать более уверенным в себе Это страшное слово Нинкомпуп 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 Простофили дурачок Очень забавное, странное слово Ну слово пуп как бы намекает Что ничего хорошего от него не ждать Хватит Вести себя как глупец Как глупенький Как дурачок Потому что я знаю Что ты умнее этого Ты умнее Чем это Не знаю Мистер Бин нашла под это дело Я не могу это терпеть Сил моих больше нет Я не могу это вынести Или просто Я так не могу Я больше не могу Эта работа просто убивает меня То есть просто Не могу больше Я просто больше не могу это терпеть Не могу это терпеть Выкидываю компьютер в окно У меня никогда не получится Я не смогу И дальше разные варианты могут быть Добраться куда-то чаще всего Вытерпеть Сделать что-то сложное То есть это всегда со сложностями связано Например Этот мальчик может не добежать до автобуса I'll never make it Никогда не догоню этот автобус Подразумеваю This project is way too challenging I'll never make it without your help Этот проект слишком сложный Challenging То есть который предоставляет Какие-то нам испытания Дает нам испытания То есть испытывающий Можно сказать Этот проект слишком Слишком сложный Я никогда не справлюсь без твоей помощи Проект по закатыванию камня наверх Вот такие слова Напоминаю вам Что вы их можете найти Эти наборы Квизлет Квизлет Это специальный такой сервис Где вы просто эти карточки можете учить В приложении Или на компьютере И это супер полезно Супер удобно Ссылку на эти карточки Вы можете найти вот здесь Все ссылки тут Памс Нажимаете Видите карточки Иногда там написано просто карточки Ну в общем Следите за ссылками Находите ссылку И там они будут И учите слова максимально эффективно А нам нужно тем временем Пересмотреть весь наш отрывок Без субтитров Еще раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Welcome to the Krusty Krab Remind me to fire my therapist And stop bringing your neighbors to work We're not just neighbors You can say that again We're not just I don't care 419 please Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Is it gonna be alright For the love of Neptune Tell me Well, son No, don't tell me I can't take it We should know No, please Just Just don't We won't know for two weeks You'll just have to wait Two weeks I'll never make it Вот такой отрывочек Ну вот и все на сегодня Не забывайте про карточки С ними вы можете Учить все слова Из этого выпуска Еще эффективнее А с вами была Ольга Увидимся На этом же месте В это же время В следующий четверг Пока-пока В следующий четверг